По мере того, как Талибан консолидирует контроль над Афганистаном, одно из крыльев террористической группировки исламское государство под названием ИГ Харасан активизирует свою деятельность. В провинции Нангархар не проходит и дня без нападения со стороны боевиков. Некоторые жители настолько напуганы, что боятся открыто говорить об этом. Другие же хотят, чтобы мир знал о том, что происходит в провинции. Жить очень тяжело из-за проблем с безопасностью. Ее нет. Раньше тут жили врачи и инженеры, а теперь ситуация меняется. Мы находимся в постоянном страхе. Недавно убили трех человек, двое из них служили в армии страны до прихода талибов. Думаете, орудует какая-то одна группа? Нет, их четыре или пять. Исламское государство, Аль-Каида, сеть Хакани, Талибан, бывшее правительство и другие. На обочине этой дороги была взорвана бомба. Один талиб и двое местных жителей получили ранения. Такие нападения являются попыткой запугать население, считает один из свидетелей взрыва. Ситуация стала очень опасной, мы не можем выходить из своих домов. Людей убивают участники целого ряда группировок. Однако местный командир талибов говорит, что угрозы со стороны ИГ Харасан в округе Чапархат нет. Из ИГ Харасан здесь никого нет, однако они хотят показать миру, что существует. Возможно, здесь есть люди, которые используют это название только для того, чтобы получить деньги. Но никаких проблем с безопасностью здесь нет. Талибан, в рядах которого насчитывается приблизительно 70 тысяч боевиков, проводит операции по зачистке территории от представителей ИГ Харасан. Считается, что численность этой ячейки исламского государства насчитывает 2 или 3 тысячи экстремистов. Мирные афганцы по-прежнему не уверены в том, кто именно несет ответственность за кровопролитие в стране. Но они знают точно, атаки продолжаются и население живет в постоянном страхе. Санджар Хамидов для Гая Пелегрини Бетолли. Голос Америки. Нангархар. Афганистан.